На территории Новосибирской области запускается новый технологичный проект по производству серверного оборудования. Почему регион был выбран в качестве площадки для размещения и как современные технологии влияют на развитие регионов, обсуждалось в рамках международного форума «Технопром», прошедшего в Новосибирске. Форум является одной из главных площадок нашей страны для дискуссий, развития и внедрения инноваций. На круглом столе современные российские технологии, как драйвер развития регионов, вице-президент по информационно-коммуникационным аппаратным решениям Citronix Group Александр Трохин рассказал о локализации серверного оборудования в России и планах по запуску производства в Новосибирске. По словам спикера Citronix Group, компания в рамках комплексных проектов поставила своим клиентам за последние три года более 20 тысяч серверов. Рынок растет, и поэтому Citronix Group начал производить оборудование под собственной маркой. Наш первый очень амбициозный проект – это создание отечественного сервера на базе архитектуры X86. Соответственно, мы приобрели данную технологию у наших юго-восточных партнеров, полностью адаптировали ее для российских реалий. И сегодня мы в Новосибирске, потому что это очень важный регион для группы нашей компании. Это важный IT-кластер, образовательный кластер. Это большой потенциал развития производства как в регионе, так и по всей стране. Мы запускаем масс-продакшн для выпуска серверного оборудования. Готовы производить до 100 серверов в сутки на базе нашего партнера – завода «Ломбирис». В сентябре этого года состоится запуск линии серийного производства серверов под торговой маркой «Ситроникс». Инвестиции в проект составили порядка 500 миллионов рублей. Площадь и оснащенность завода позволят выпускать более 30 тысяч серверов в год. В Новосибирске организован весь производственный цикл от выпуска корпусов до сборки и тестирования. Здесь же организована работа конструкторов и вся разработка, что позволяет компании эффективно реализовывать все задачи. При выборе региона для производства учитывалось наличие крупнейшего IT-кластера на базе известных научных школ Академгородка – высокая концентрация профессиональных специалистов. Соответственно, сегодня мы рассказали об этом проекте на выставке «Технопром». Мы развиваемся дальше, мы видим рынок, мы понимаем, сколько мы можем реализовать данной продукции в нашей стране, как в госсектор, так и в интерпрайсе. Поэтому очень надеемся, что этот первый проект станет заделан для развития компании «Ситроникс» именно в области импортразмещения. Производимые «Ситроникс» групп серверы будут работать на процессорах Intel. В будущем на их базе планируется развернуть производство систем хранения данных. В настоящее время опытные образцы серверов прошли испытания и находятся на стадии сертификации. Применение современных цифровых технологий способно дать ощутимый импульс развития российской экономики. Серверы – основа вычислительной среды, без которых невозможно развитие цифровизации. И сегодня в стране остро стоит вопрос импортозамещения этого оборудования. По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, государство планирует стимулировать не только развитие отечественного производства, но и спрос на серверы с высокой степенью российской локализации производства.